О, должно быть все в полном порядке. Я немножко подожду. Так, для тех, кто присоединился к нам сегодня, я Владимир Майков. Это очередной онлайн-эфир, в котором я хочу поделиться новостями о транспарсональных событиях, важные транспарсональные события, которые были в прошлом месяце, в апреле. Сейчас я только спрошу, есть ли звук в Фейсбуке. И, наверное, первое в начале апреля, первое главное событие, которое было, это конференция по транспарсональной психологии в Калифорнии, в Алисамаре. Это замечательное место на берегу Тихого океана с реликтовыми хвойными деревьями, деревьями, где по традиции много лет уже проводятся американские конференции по транспарсональной психологии. Ну и в этот раз тоже эта конференция проходила. Она была связана с очень важной юбилейной датой, 50-летие транспарсональной психологии. И, конечно же, это событие долгожданное. Все, кто мог, со всего мира приехали туда. Я удостоился высокой чести тоже там не только выступать. У меня было две презентации. Одна презентация была связана с моим видением «Путешествие героя». Это старая идея Джозефа Кэмпела, публикованная в его книге первоначально в 1949 году. И популяризированная Джорджем Лукасом в начале 70-х. Она стала трендом в массовой культуре, в производстве фильмов, в Голливуде, в телевизионной работе. И даже в написании сценариев и романов. Сейчас по лекалу Кэмпела делается все в массовой культуре. Мне удалось раздвинуть прежние горизонты, показать новые возможности, новые перспективы. И я говорил о расширенной картографии «Путешествие героя» на конференции. С большим вниманием меня выслушали. И я очень надеюсь со временем также убедить Голливуд использовать это новое открытие. Перед самой конференцией я слетал в Сиэтл. И в Сиэтле просто повидался со своим старшим сыном и его семьей. Он живет давно в Америке, работает на Фейсбуке. У меня две замечательные внучки. Юля, 5 лет. Вернее, Софья, 5 лет, и совсем маленькая Юля, которой только 3,5 годика. Они очень сильные, лазают по деревьям, творческие, любят рисовать, играть во что угодно. Так что я провел с ними два замечательных дня. И затем поехал в Калифорнию. Я остановился у президента Американской ассоциации трансперсональной психологии Стивена Шмидца. Это мой старинный друг, специалист по шаманским практикам. И один из лидеров американской трансперсональной психологии. И очень хороший организатор, человек, который объездил, наверное, весь мир шаманскими тренингами, многократно выступал в России. Так что вот я провел у него несколько дней. Попутно я съездил в русский дом к Татьяне Гинзбург. Это в районе города Севастополь. 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 Находится на Russian River. Russian House. The Russian House. Основу этого места составляет ресторан. Когда-то он был кришнаитским рестораном. Сейчас это русский ресторан, где все время стоит теплый борщ. Ну и традиционные русские блюда. Например, гречневая каша с мясом. И в отличие от многих других ресторанов с self-service, с самообслуживанием. Там не только самообслуживание, но и каждый посетитель платит столько, сколько хочет. Или сколько может. И вот в Russian House для постоянных посетителей этого места была премьера, специальная премьера моего последнего фильма «Тайна Харлоса Кастанеды». Было немного, человек 20. Те, кто смог подъехать. Но воспринято было с большим-большим вниманием. И были очень интересные вопросы. Таня свозила меня также в Форт-Росс. Некоторые из вас, вероятно, знают, что это одно из старейших поселений во время заселения русскими Америки. Там была крепость. И оттуда дальше продолжались расселения наших по Америке. Но после продажи Аляски это стало неактуальным. И сейчас-то, ну, только как некоторое место, где когда-то жили русские, и память о них сохранилась. Там есть магазин с многочисленными книгами историческими. И когда мы посещали Форт-Росс, там было много школьников и даже студенты, для которых это, ну, своего рода, вот такого класса там проводят в Форт-Россе. Я настроился на самые старые деревья, побродил возле них. Они настолько стары, что они уже были взрослыми в те времена, когда Форт-Росс начинался, лет 200 назад. И мне было там хорошо. Тихий океан, совсем рядышком. Оттуда, если смотреть далеко-далеко и зайти за горизонт, видна Россия. И, ну, такое ощущение какой-то теплоты. И вот этого места, Ятрусского дома, спасибо Тане Гинзбург за ее работу. Это очень непросто продолжать вот такое дело, где нету никаких серьезных финансовых вливаний. И слава богу, что это такой кусочек русского места там есть. Там я познакомился с замечательным музыкантом, который называет себя самого Трубадуром. По старинной традиции, это Барт, Саша Трубадур из Сан-Франциско. Оригинально он из Одессы. Сейчас, извините, мне кто-то звонит. Я отключил телефон, чтобы он не мешал. Потом нужно будет перезвонить человеку. Значит, и не знаю пока, как это сделать, чтобы трансляция была без телефонных звонков. Ну, я просто выключу. Так, звонок. Прямой эфир, по-моему, продолжается у меня в обои. И вот Саша Трубадур замечательно сочиняет песни, знает прекрасно русских бардов. Он сам из Одессы, еще той Одессы, которая была Россией. Ему немало лет, он блестяще говорит и по-русски, и по-английски. Блестяще знает традиции русского рока и в этом стиле пишет свои песни. То есть, очень такое приятное знакомство состоялось и с этой частью культурной Калифорнии. Ну, и затем я, конечно же, отправился обратно к Стивену Шмидтсу. Туда уже наехали другие гости. Президент Латвийской ассоциации Ингрида и Данте. Президент Европейской трансперсональной ассоциации Бернадетта Блин, с которой меня тоже связывают давешные, теплые очень связи, потому что мы вместе с Бернадеттой учились на программе Growth Transpersonal Training в начале 90-х годов. И несколько раз даже мы были партнерами по дыханию, дышали вместе. Это 90-91-92-е годы. В основном в Калифорнии происходили события. Так что Бернадетту я знаю давно, люблю. И в скором времени, в сентябре, в 20-х числах сентября, я увижу ее снова в Париже, где она проводит 20-ю юбилейную конференцию Европейской трансперсональной ассоциации. Но об этом я чуть позже скажу. Это грядущее трансперсональное событие. Итак, состоялась конференция. Заранее я договорился о встречах, беседах и даже некоторых видеосъемках с людьми и старыми, и новыми знакомыми, которые присутствовали на конференции. Я встретился в первый день конференции с Джимом Фейдиманом. Вы хорошо знаете этого человека по двум моим фильмам. «Танец бесконечности и инструменты эволюции». Он там один из очень-очень авторитетных, важных, смысловых героев. Ну, все герои смысловые, но он особенно четкие акценты расставляет в отношении сознания, в отношении трансперсональной психологии, истории, связи, трансперсональной традиции. И на конференции Джим сделал блестящий доклад, показав реальное место и реальный вклад трансперсонального движения, трансперсональной психологии в мировую психологию, в мировой коучинг. И было очень приятно слушать его спокойно, с потрясающим космическим юмором, рассказ о 50 лет трансперсональной психологии, а также его воспоминания о том, как вместе с другим пионером, с Бобом Фрейджером, они вместе основали институт трансперсональной психологии в Пала-Альта, который многие годы был главной трансперсональной школой. Я познакомился с этим местом в 1990 году, и каждый раз, когда я был в Калифорнии, я посещал это место, оно является для меня до сих пор образцом того, как должно строиться настоящее трансперсональное образование. Ну, и не только для меня, для всех людей, которые преподают и которые знакомы с этим институтом, он является таким мастер-классом, местом, с которым мы сверяем все свои ориентиры. Другой старый друг, который тоже блестяще выступал и с которым мне удалось также договориться о персональном интервью для нового фильма, это Роджер Уош. Вы также, многие из вас хорошо знают Роджера Уоша и по моим двум эволюционным фильмам «Танец бесконечности. Инструменты эволюции». Ну, и также знают по книгам, которые я также выпускал. Эта книга написана с его женой «Пути за пределы эго». Это книга о шаманизме и, конечно же, его, ну, моя самая любимая книга «Основание духовности». Совсем недавно она переиздана вместе с издательством Ганга и сейчас доступна. Я, кто не знаком, горячо рекомендую эту книгу, потому что она основана, во-первых, на 20-летнем опыте Роджера Уоша изучение духовных традиций, во-вторых, в этой книге детально излагается открытие Роджера Уоша о том, что такое духовность, а именно рассказывается о семи практиках, которые являются общими для всех духовных традиций, и для буддизма, и для христианства, и для даосизма, и для индуизма. Для всех-всех духовных традиций и для ислама эти практики являются основополагающими, и каждая практика непременно дает базовые знания об этих практиках, семи духовных практиках. И в самой книге дается около 50 упражнений, которые также чрезвычайно важны и являются базовыми для, являются базовыми для, ну, как я считаю, для образования транспарсонального психотерапевта. И мы с Роджером очень тепло побеседовали. Последний раз мы с ним встречались полтора года назад, когда я снимал интервью для инструментов эволюции. Я ездил к нему достаточно далеко от Сан-Франциско, около 200 километров. Сейчас мы встретились в Алисе-Море в месте конференции в моей комнате. И интервью заняло чуть больше часа, и в этом интервью я затронул основные темы для третьего фильма. Ну, вы знаете, что первый фильм эволюционной трилогии – это «Танец бесконечности», он дает введение в человеческую ситуацию и в самые главные препятствия в отношении нашего роста, связанные с утратой контакта с нашим самым главным ресурсом, изначальным состоянием, бесконечностью. И в этом фильме мастера разных традиций делятся своим опытом о том, как нам восстановить эту связь. И такой, я считаю, важной чертой этого фильма является то, что мастера не только духовных традиций, но и мастера науки, и мастера искусства делятся одним и тем же открытием в отношении бесконечности. Одинаково важно для того, чтобы стать мастером искусства и мастером науки иметь живую связь с бесконечностью. Это главное послание этого фильма. И второй фильм «Инструменты эволюции» – это следующий шаг. Он дает представление о новой системе эволюционной навигации, которая более полна, чем традиционные трехмерные системы, которые традиционно возникли и предлагаются в человеческой культуре, начиная с шаманизма. Шаманизм представляет трехмерную первую систему нижний мир, средний мир, верхний мир. И затем и в язычестве, и в мировых духовных традициях эта система детализируется, уточняется, но она является трехмерной. В ней всегда присутствует я, человеческий мир, внутренняя реальность, в ней всегда присутствует внешний мир, наша жизнь, измерение материальное, и в ней всегда присутствует сущное измерение, дух, бесконечность. Вот такая трехмерная система. Я обнаружил, что в нашей ситуации чрезвычайно актуальны другие измерения, которыми уделялось внимание в мировых духовных традициях. Это прежде всего измерения, связанные с другими людьми, измерения мы, измерения межсубъектные, межперсональные. И с отношениями, главной характеристикой этого измерения связаны основные человеческие проблемы. И в последние, скажем так, последние 80 лет этим измерением интенсивно занимается психотерапия. И чрезвычайно важно также внести это измерение в эволюционный навигатор. Ну а также существует еще несколько измерений. Измерения, связанные с системным подходом, мир как система, которому тоже уделялось большое внимание в древних духовных традициях. Ну и измерения, связанные с множественными системами просветления, то есть с множественными путями к высшей реализации. То есть в этом измерении мы объединяем картографии всех мировых духовных традиций. Вот я свел эти системы в эволюционной навигации. И, собственно говоря, фильм «Инструменты эволюции» – это такое художественное, но в то же время смысловое представление новой навигационной системы и главных помощников, то есть катализаторов роста. Ну особенно детально это в персональном и межперсональном измерении, ну и более или менее, по крайней мере, так главные сущностные вещи и в других четырех измерениях эволюционной навигации. После того, как я закончил работу над первыми двумя фильмами, я понял, что необходим третий фильм, и тем самым эволюционная диалогия переросла в эволюционную трилогию. То есть ничто не стоит на месте. И я понял, что следующим шагом, самым важным шагом будет, во-первых, детальная работа с главными эволюционными треками человечества. И я пока вот насчитал 25 самых важных эволюционных треков, по которым я буду вести онлайн-трансляции и делиться своим собственным опытом работы с ними. Они не являются абсолютно новыми ни для меня, ни для кого другого, но новым является взгляд и понимание их как важнейших эволюционных треков человечества. И в этой связи возникло также много очень важных аспектов и много очень важных пониманий. Ну и также я понял, что помимо того, что существует 25 самых важных эволюционных треков, также существует в последние, особенно десятилетия, очень много новых открытий, связанных прежде всего, конечно, со стыком нейронаук и психологии. Такая нейропсихология. Это, наверное, самый быстро развивающийся вклад науки. И здесь очень серьезные научные исследования. И вот на конференции я познакомился и взял интервью с Джеффри Мартином. Это очень талантливый реляционный исследователь сознания, который детально за последние 10 лет исследовал на стык как раз нейронаук и психологии различные практики, связанные с развитием человека. Прежде всего, медитативные практики и практики развития различных параметров сознания, ценностей сознания, установок, характеристик сознания, прежде всего, связанных с высшим развитием человека, вплоть до состояния просветления. Также он исследовал несколько сотен людей, которых традиционно называется просветленными, для того, чтобы детально описать состояние просветления и его характеристики. Это совершенно новаторские исследования. Я познакомился с его докладом. У меня есть его книга, ряд других материалов. Мы договорились о сотрудничестве, ну, в частности, о проверке всей батареи его тестов на российском материале. Он тоже заинтересован в такого рода проверке. Ну, и мне потребуется, конечно, сотрудничество с теми из вас, кому это интересно. Дайте мне знать, напишите письма, потому что потребуется коллектив исследователей и коллектив добровольцев, которым это интересно. Для того, чтобы мы проверили стадии развития, ну, и также мы будем давать практики, которые будут служить основой для применения этой батареи тестов. И я заехал в лабораторию Джеффри Мартина. И, наверное, вы видели в фейсбуке мои фотки облепленными электродами, потом нечто вроде кастрюли с потешными комментариями. Это действительно очень такой простой, но симпатичный прибор. Там звук и генератор через вот такой вибратор, усилитель. Происходит синхронизация и глубинные воздействия на структуры мозга, глубинные. И я шутливо написал, что это вот такой прибор, генерирующий состояние счастья. Но действительно это простые вещи, которые работают. И с помощью методики Джеффри Мартина можно стимулировать глубинные структуры мозга, ответственные за высокие состояния сознания, как бы пробуждать их из спячки и создавать личный опыт на нейрологическом уровне расширенных состояний сознания. Исследования уже сделаны. И вот мне кажется, это очень важно, очень интересно. И кроме технологий Джеффри Мартина я обнаружил также еще несколько очень важных технологий, связанных с развитием человека, с высшими состояниями сознания. Одна из них это связана с исследованиями Альмаса. Это, наверное, сейчас самый известный духовный мастер в Калифорнии. Самый популярный, самый известный. Ну и наибольшее количество исследований сейчас связано с его традицией. И с Альмасом у меня также была большая беседа. И он подтвердил необходимость психотерапии для современных духовных искателей, современных духовных практиков. И в его школе это обязательно тщательная психотерапия. Мне в этой связи вспоминается утверждение Гурджиева о том, что его ученики обязательно должны быть достойными семьянинами. То есть у них не должно быть проблем с близкими, с мамой, с папой, с братьями, с сестрами, мужьями, женами, сыновьями, дочерями, дедьями, тетями. То есть отношения должны быть чистыми. Потому что если этого нет, то духовная работа также невозможна. Так что об этом говорят последние годы также Кен Вилбер. Об этом говорит Роджер Волж, друг Кена Вилбера. И я детально поговорил об этом с Альмасом. Было также еще очень важное интервью, я заранее договорился, с Марианной Каплан. Мариана Каплан очень известный сейчас человек в Калифорнии, в мире. На русском языке две книги ее тоже изданы. Вот одна книга как раз о препятствиях к просветлению. И в интернете, если вы набьете имя Мариана Каплан, вы найдете дайджест ее книги «10 препятствий или 10 ошибок на пути к просветлению». И на меня она произвела очень приятное, очень хорошее впечатление. Приятная на улице беседа состоялась с ней. Она ответила на очень важные вопросы, в том числе ее исследование современного представления об отношениях традиционных гуру-ученик. И мы обсуждали с Марианной Каплан о том, что для современных западных людей вот эта традиционная связь гуру-ученик требует некоторых изменений. Потому что мы не можем быть послушниками людей западного мира. Мы живем в другом мире, в мире сложности. И если мы следуем традиционной связи гуру-ученик, то буквально это может способствовать тому, что наши другие отношения в мире с другими значимыми людьми будут сильно искажаться, подвергаться неправильному воздействию. И в том числе они также создадут препятствия для нашего духовного пути. И вот мы с Марианной детально обсуждали эти очень тонкие и важные для людей, которые следят различным духовным традициям, вопросы. И еще одно интервью, которое я записал, очень интересная тоже женщина, Диана Ритт-Слеттери, которая совсем недавно выпустила книгу «Ксенолингвистика». Называется эта книга, я нашел электронную копию этой книги. И в этой книге Диана излагает такую достаточно провокативную гипотезу о происхождении языка. Она говорит о том, что источником человеческого языка является инопланетяне, иной разум. Вот мы с ней обсуждали эту тему. Многие вещи основываются на идеях Терренса Маккена, который развивал в книжке «Пища богов» психоделическую гипотезу о происхождении языка. Но в любом случае это было очень-очень интересно. Так что конференция для меня произошла чрезвычайно плодотворно. И я приехал в Москву. В Москве в это время продолжались тоже очень важные события, потому что не успел я приехать. Я буквально через два дня встретился с Арнией Минделл. Мы, кстати, в один и тот же день вернулись. Приехали в Москву. Они приехали из Портланда, где они живут, недалеко от Сиэтла, на берегу Тихого океана. Из их дома иногда видны киты с фонтанчиками ныряющие, плавающие. И вот через Лондон они приехали тоже в Москву, как и я, 16 апреля. И через два дня мы встретились в их гостинице, где я взял интервью также вот для третьего фильма «Эволюционные трилоги». Я пока еще не знаю, как он будет называться, но там были очень важные вещи, связанные с самыми быстрыми путями развития, с самыми новыми открытиями в отношении вот этих путей. И мы также замечательно поговорили с Арнией и Эми о том, как процессуальная работа, процессуальный подход может помогать, содействовать этому. Ну и также очень важные новые вещи о сути процессуального подхода. Все это было записано на новые камеры, которые вот удивительным образом за день до этого, 17 числа, мне позвонили из компании «Про Видео», где я заказал новые Blackmagic Pocket Cinema 4K камеры. Это, наверное, самые такие сейчас популярные камеры для профессиональных видеографов. При цене в Америке полторы тысячи долларов, они позволяют снимать видеоматериал в формате прорез самого высокого, а также в формате Blackmagic RAW. То есть это нежатый формат голливудского качества. Удивительно, конечно. Все так срослось, и интервью с Минделлами снято уже на эти камеры, которые действительно уму непостижимого качества. Для вот малобюджетного кино, наверное, это сейчас доступная вершина. И затем было, наверное, главное событие апрельское из вот этой серии в Москве. Это двухдневный семинар Арнии Минделл, который проходил в Центре Вдохновения. Когда-то в этом Центре был ретрит нам в Хайнар Боринпочи в 2003, по-моему, году. Затем в 2004 году в этом Центре, тогда он назывался кинотеатр Ханой, проходил семинар по процессуальной работе. Очень важный тоже, потому что с него началась ассоциация процессуальных терапевтов. Мы там вместе все эту ассоциацию сделали. Ну и, наконец, через 15 лет в этом же месте прошел семинар Минделла, на котором было чуть больше 600 человек. Наверное, это самый масштабный семинар процессуальщиков в России за все время, за всю историю процессуальной работы. Было очень приятно всех видеть. Несмотря на большое количество народа, все произошло очень хорошо. Все было прекрасно слышно, аппаратура не ломалась, не подвела, работала. И мы с Кристиной специально сделали подарок участникам этого семинара, специально дополнительно арендовали зал для того, чтобы показать всем участникам два моих последних фильма «Тайну Карлоса Кастанеда» и «Инструменты эволюции». И те, кто смог, посмотрели эти фильмы. Ну и другое важное событие, которое также стоялось в апреле, это всероссийская премьера фильма «Тайна Карлоса Кастанеды». Премьера была в 20 главных городах России по системе кинотеатра «Синема Парк». И в Петербурге премьера стоялась 24 апреля, в Москве 25 апреля в кинотеатре «Горизонт». Там был я, была команда фильма. И пришел мой старинный друг Вадим Димчок, известный актер, режиссер и голос всех трех эволюционных фильмов. Благодаря его таланту мы можем присоединиться к главным героям фильма. Вадим работает как совершенный телефон, не привнося, не окрашивая, а передовое состояние, адекватно передовое состояние. И чрезвычайно важно и большая честь иметь такого профессионала высочайшего класса в качестве голоса всех героев фильма. Ну, также «Женский голос» это Юлия Железнова. И благодаря ее помощи мы заново озвучили женские партии «Танцы бесконечности». Сейчас все как-то более адекватно. И вот эта новая версия фильма, там и новые видеоверсии, с учетом замечаний, все кое-что переделано. И полностью переделанный аудиотрек, новые сведения и новая женская озвучка. Так что сейчас звук совершенен, и эта версия фильма сейчас выложена в интернет. Что касается выкладывания в интернет новых фильмов, с этим мы подождем пока, по крайней мере год. Пока идет еще прокатная история, и фильмы скоро заново будет про прокат в кинотеатрах «Тайны Карлса Кастанада». Я надеюсь, что также покажут в кинотеатрах и на телевидении, и фильм «Инструменты эволюции». Ну и, наконец, впереди у всех у нас прекрасное лето, наполненное отдыхом, новыми обучениями, новыми переживаниями. Я за лето подготовлю онлайн-курсы, и летом уже начнется обучение по главным онлайн-курсам. Сейчас я рассматриваю варианты. Возможно, мы скоперируемся с институтом психоанализа, чтобы как-то облегчить мою работу и достичь большей потенциально заинтересованной аудитории в такого рода подходе. Ну и я думаю, что техническую сторону я уже отработал, и начнется трансляция. А в конце сентября, 20 сентября, по-моему, вы посмотрите в Фейсбуке на моей персональной странице, в Париже состоится 20-я конференция Европейской трансперсональной ассоциации, куда я вас всех приглашаю. Это будет очень круто, очень здорово. Вы не пожалеете и встретитесь с главными мастерами Европейской и мировой трансперсональной психологии и психотерапии. В прекрасном месте под Парижем все это будет. Ну и в первой декаде октября состоится конференция Российской ассоциации трансперсональной психологии, посвященная самым главным важным практикам трансперсональным в повседневной жизни. То есть главная тема конференции – это повседневная жизнь, жизнь как эволюционная практика. И российские трансперсональные мастера будут делиться своим опытом на этой конференции. Для тех, кому интересно профессиональное трансперсональное образование, я приглашаю также на очередную годовую программу в Московском институте психоанализа, где я и мои коллеги ведут годовую программу по трансперсональной психотерапии, и консультирование. Набор уже начат в Московском институте психоанализа. Зайдите на сайт inpsiho.ru в программу дополнительного образования, и там все узнаете. Так, посмотрим, какие вопросы у вас. Звуки есть. Сережа Попроцкий рад меня видеть. Сережа, я тоже рад тебя видеть. Так, многие присоединились. Спасибо, вот уже появились опытные экземпляры, которые готовы быть. Ну, Саша Странник, неудивительно, он вечный экспериментатор, как и я. Хорошо, большое вам всем спасибо за присутствие, за контакт. До новых встреч. Я также буду периодически, по крайней мере, раз в месяц делиться новинками личной и трансперсональной жизни, тем, что у меня есть. Ну, и в скором времени уже начну онлайн-курсы. Всего вам доброго. Я завершаю прямой эфир.